Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, дорогие мои гости канала! И здравствуйте те, кто зашел на канал первый раз! Канал у нас добрый, с общими раскладами, с ритуалами, с онлайн-медитациями и с онлайн-ритуалами, которые пригодятся в вашей жизни. Канал Вивьена из Отерика и Жизнь. Есть другой канал с серебряной кнопкой Ведунья Вивьена. Подписывайтесь туда, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, проверяйте свои колокольчики на подписки, чтобы колокольчик был темного цвета, по бокам две палочки, чтобы к вам поступали уведомления о новых видео. Мне недавно пришла посылка, и на другом канале я показываю, какую посылку я получила от Лали из Израиля. Просто такая у меня радость. Такое время, да, тяжелое. Посылку таможню остановила, вернула ей назад, часть пришлось выложить. И Лали опять эту посылку послала, и, наконец-то, она дошла до адресата в другую страну, ко мне, в Батуми. Это очень красиво. Хотите, зайдите на канал Ведунья Вивьена, там расклад, и вначале я показываю. Там такая красота, просто необыкновенная. Вот так приятно получать подарки. Лали, большое спасибо, большое спасибо. Из жаркого Израиля, большое спасибо. А сегодня я хочу с вами провести расклад, немножко поговорить. Расклад такой стандартный, но мощно мы посмотрим, а скучает ли он по вас сейчас. Скучает ли он по вас сейчас. Мне нужны карты, обычные они, 36 картей. Мы сейчас их найдем. Вот они. Мне еще нужны будут обычные карты. Обычные карты, красивая рубашка на них очень. Я хочу с вами вот о чем поговорить. Мне недавно написала девушка, женщина. Она молодая, наверное, не очень старая, молодая. Не буду говорить, из какой страны, не буду говорить имя, чтобы вы поняли, какие ошибки вы совершаете. Она написала мне, чтобы я сделала вызов. Я говорю, сначала давайте посмотрим, а что у вас в отношениях. Нет, мы хотели жить вместе. А вот я заказывала притяжки по рунам у кого-то. Еще хуже стало. Я сама в интернете чего-то делала. Я ей пишу, вы что творите? Вы наделали столько на мужчину порчь, что что вы хотите-то? Когда много делается этих порчь, все привязки, все привороты, все вызовы даже, только вызовы они краткосрочны. Это к разряду порчь относится. Только вызовы очень краткосрочны. Но как они подействуют на психику человека, вы же не знаете. Никто не знает, это высшие силы знают. Потому что все то, что мы делаем против воли человека, это все равно порча. Просто вызов, это краткосрочно. Это тюкнуло на голову. Человек или позвонил, или появился, или вы что-то о нем узнали, или встретили его на улице, или в том же троллейбусе. Все, вызов сработал. Вызов сработал. Это краткосрочно. И он распадается. Но все равно вы повлияли на мозг человека. А это в эзотерике называется порченка. И после этого человек может отворачиваться от вас. Отворачиваться. Еще хуже будет. Еще хуже будет. Поэтому я всегда предупреждаю, думайте о последствиях. Ладно, о себе не думайте. Вам все равно. Ладно, вы не думайте об этом мужчине, что у него тоже начнутся неприятности, потери в деньгах, алкоголь, болезни, операции. И много-много чего ужасного. Потому что мы смотрим со своей стороны, со своей колокольни. Нет, он же меня так любил. Мы хотели быть вместе. Да это вы так думаете. Потому что мужчина, даже когда вы упираете, а давай снимем квартиру, будем жить вместе. Он вроде бы как снимает, а потом он придумывает разные разности, чтобы не делать этого. Манипулирует. Но мы почему-то думаем, ой, он меня любил, ой, меня он так любит. Поэтому нужно влезть внутрь, в голову человека. Поэтому я вам говорю, изучайте эзотерику. Все должно быть натуральным. Ведь пластмассовая роза ничем не пахнет. Она воняет. Пластмассы, химии. А вот натуральная роза, она благоухает. И вы сразу почувствуете запах розы. Как вам сразу становится приятно. Мысли такие сразу хорошие. И представьте пластмассовую розу, которую на кладбище несем. Сразу такое настроение, отвратительное, правда? Тягостное настроение. Поэтому я просто вас предупредила. Будьте осторожны. Чистки, нет. Чистки – это именно вы очищаете свой энергококон или энергококон человека от воздействия извне. От любого воздействия. Это может быть и магическое воздействие. Это может быть и зависти, и обиды. Все, что и от сущностей, которые к нам прилипаются. Если мы их не видим, сущностей, это не значит, что их нет. Если мы не видим духов, это не значит, что их нет. Вы же многие пишете, я верю в Бога, но вы же его никогда не видели. И вот эта женщина, которая мне писала, я очень верующая. И все верующие, истинно верующие, они не ходят по гадалкам, потому что наша церковь это запрещает и любая. Они не делают никаких ни приворотов, ни зазывов, ничего. Они молятся Богу и просят об этом Бога. Поэтому не путайте Божий дар с яичницей. Если вы истинно верующие, то верующие не заходят на такие каналы. Истинно верующие. Не показывайте тогда, я верю в Бога. Не верите. Истинно не верите. А на самом деле в храмах как раз, сейчас в храмах нет энергии, но в храмах как раз и творится самое серьезное колдовство. И там можно делать, и именно в храмах живет без Абара. Когда церковь ему открыла дверь, и когда он убегал. И если вы многого не знаете, читайте, познавайте. Если у кого-то есть тяга к тому, что вы хотите заниматься эзотерикой, не ищите учителя. Мне нужен учитель. Да не ищите вы учителя. Открывайте книги, читайте, пробуйте. Сначала с малого, сначала начинайте с воды. Пробуйтесь, учитесь, прислушивайтесь к своей интуиции. Женщины, у всех есть такой дар, у женщин. Просто вы заглушили их бытом, как я говорю, пельменниками, яишенками. Вы заглушили свой дар. А у каждой женщины он есть с рождения. Вы заглушили всякими догмами, что надо обязательно выйти замуж, чтобы муж был, он должен, а я вот должна дома сидеть, а он должен работать и зарабатывать. Это все догмы. И вы заглушили свой дар. Потому что, даже когда мне пишут, вот это самое плохое, у меня нет денег, и не будет никогда. Вы программируете себя на то, чтобы у вас не было. И Вселенная это слышит. Ну, раз у вас нет, вы не хотите, не надо вам. Я такая одинокая. Конечно, Вселенная слышит и говорит, ну, она же так рада, она одинокая, она и будет одинокая. А для того, чтобы появлялись деньги, потому что энергия денег, энергия любви, они очень взаимосвязаны. Как вот равенство. И для того, чтобы была любовь, нужно ее призывать. Для того, чтобы были деньги, нужно находить предназначение свое. Вот эта целостность. Деньги, это даже не энергия, это целостность. То есть, тот целостность, которую вы посылаете в мир своими действиями, созидая. И вот за это вам и люди, и Вселенная посылают материальные блага. Когда вы это поймете, то очень много у вас в жизни изменится. А сейчас учитесь, как я вам говорю, улыбаться миру. Улыбаться миру. Дождь идет, улыбайтесь, потому что все счищается. Радуга на небе после дождя. Поднимите руки, попросите что-то у радуги. Загадайте желания. Чаще вот просто сидите дома и представляете, что вокруг вас много-много радуг. И этот день у вас будет очень-очень благотворным. Научитесь улыбаться, даже когда тяжело. отгоняйте пасмурные мысли, потому что именно от этих мыслей, темных мыслей, от мести, от обид, начинаются болезни. Организм распадается, и ваша молодость уходит. Начинается просто, не просто старость, а болезни и смертельные болезни. Помните об этом. На этой земле у нас очень краткосрочная жизнь, а любовь еще короче, потому что жизнь, она длиннее и мощнее. И теперь начинаем расплату. Так, дайте я попью. На другом канале тоже видео вышло, поэтому смотрите. И теперь начинаем расклад. Скучает ли он по вас? Скучает ли он по вас? Ох, какой скучает ли. Выберем короля, выберем короля, чтобы это было у нас. Ну давайте выберем, чтобы всегда, когда смотрят на любовь. Вообще, когда смотрят на 36 картах, а таро вышло из 36 карт, из колоды 36 карт, 52 там, да, есть чуть побольше, но из этой колоды, то обычно мы смотрим на королей. Но я считаю, что надо смотреть не на королей, но на вальтов. Вальты это свободные, короли это все-таки мужчины уже не свободные. Но так как у нас общий расклад, мы, конечно, найдем короля червового, потому что на любовь смотрят обычно на короля червового, когда в общих раскладах. А так, конечно, каждая масть представляет свою масть. Мы будем смотреть на червового короля, скучает ли он по вас сейчас. И потом мы будем смотреть на таро, мы все посмотрим, что у него в голове, скучает ли он, желает ли он вас. Успокоились, представили мужчину, смотрим ему с открытыми глазами в его глаза и спрашивайте, скучаешь ли ты по мне сейчас. Загадали. Он у нас червовый сейчас будет. Как у нас выйдет? На дороге, на пороге, на постели, за столом, спать ложится. Ух ты! Вот он у нас. Срать садится. Думает. Дальше мы это сделаем. Гадает. А вас вспоминает. К сердцу прижмет. К черту пошлет. Успокоится. Успокоится он неожиданными хлопотами о вас, потому что мы будем смотреть, что вы тоже дама червовая. У нас получилось, что человек на данный момент или в какой-то задумчивости, возможно, он, может быть, выпил, но в какая-то у него задумчивость, потому что спать ложится. Может быть, ему скучно, может быть, действительно его склонит ко сну, может быть, он действительно спит или выпил чуть-чуть, но у него думаем, думаем о вас. И думает он о вас, и думает он о дороге к вашей любви. Но у него ещё мысли больше идут как-то о деньгах, о каких-то подарках, может быть, вам. И вспоминает он. Но у него есть какие-то... Вспоминает он какую-то женщину. И у него дорога и к этой женщине, и её хлопоты этой женщины. Скучает ли он по вам? Да, тут скучает. И в конце у нас вышло, чем дело закончится, неожиданное. У кого-то будет действительно встреча или неожиданные хлопоты о вас. Вот то, что я сейчас вам рассказывала, раскладывала по три карты. Это называется быстрый цыганский расклад. Здесь вышел наш король. Отодвигаем вот сюда. То, что он о вас думает, да, он думает и о любви к вам, и о дороге к вам. Дорога к вам, это он хочет спешить, хочет написать, думает о вас, когда идёт дорога к вам. Это не обязательно, что он сейчас сядет в самолёт или в ракету, и прилетит к вам. Нет, дорога к вам, это когда у человека мысли о вас. А тут действительно мысли о вас. Но здесь есть женщина. Кто она? Может быть, это мать, может быть, это соперница. Но здесь идёт любовь через разговор, мешает его любви и мешают его мыслям какая-то женщина. С её хлопотами, тоже с её мыслями об этом мужчине. Давайте смотреть. Скучает ли он по мне сейчас, по вас сейчас. Давайте посмотрим, какой он мужчина. Как обычно я смотрю. Давайте смотреть, какой подходит, значит, смотрим дальше. Общий расклад. И общие расклады больше имеют действие, если сходится начало. о вас он думает, это тут 100%, и на сердце вы у него есть. Давайте посмотрим, что у нас за мужчина. Что у него сейчас, или что он за мужчина такой. Представили его, каждый своего. Сходится, смотрим дальше. Ох, кто вечно тайный. Таинственный. Ты наш мужчина. Ой, знаете, могу сказать, в тайне мужчина очень желает, в тайне, очень желает вас увидеть. Какой мужчина? Мужчина, знаете, который любит какие-то тайные, неожиданные празднички. Мужчина может быть в движении, мужчина может быть в дороге, мужчина может быть даже далеко от вас, но у него стремление. Он, знаете, такой вот, любит что-то такое, чтобы прямо как ущипнули его. Вот он любит какие-то маленькие праздники, большие праздники, таинственные какие-то встречи, чтобы это тоже приносило ему массу удовольствий. Какой у нас мужчина. Две карты вытащилось. Ну что ж, ух, какой у нас мужчина. Мужчина, который действительно любит движение, мужчина, который очень сексуальный. Он так себя считает, он себя так импонирует. Какой мужчина. Ух ты, мужчина какой. Мужчина с любовью. Мужчина с тайной любовью. У него, он любит какие-то тайные любовные встречи. Он любит, чтобы действительно вот всегда был какой-то вспышка такая в любви. Могу сказать, что он очень сексапильный, сексуальный. Независимо от того, сколько ему лет и чего там у него уже на пол шестого или на двенадцать стоит. Но здесь мужчина именно такой, какой мужчина. Вот ему очень хочется сейчас праздников таких вот, что-то куда-то сорваться таинственный, чего-то замутить такое. Какой у нас мужчина. Ну, на данный момент он, есть тут женщина, на данный момент, есть какая-то женщина, вот он вышел, наш мужчина, и он этой женщиной как-то вот, понимаете, есть какие-то обязательства перед этой женщиной. И вот здесь она у нас тоже вышла. Вот такой мужчина. А теперь мы будем смотреть, а скучает ли он по вас? Как он скучает? Что он думает? Сейчас мы будем смотреть. Если вам подошла характеристика мужчины, то, пожалуйста, смотрит. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Вот видите, такой поцелуй на этой карте. Так, карта выскочила. Тайно он очень желает, очень скучает. Вот видите, выскочили две карты. Тайно, тайно о вас думает. Скучает ли этот мужчина о вас? По вам. Скучает ли? Будем вот так раскладывать. У кого-то выйдет, что на расстоянии. Так, чтобы мне как-то было. Вот так вот видно, это туда отодвинем. Вот так отодвинем, будем так раскладывать. Мужчина, знаете, да, такой, вот понимаете, он считает, что все в его руках, и и в вас он представляет. И в вас он представляет женщиной, которая и в горячую избу войдет, и коня на скаку остановит. И знаете, вот кто на расстоянии, мужчина очень хочет с вами встретиться. Мужчины любят вообще какие-то дороги, поездки, или мысленно любят. Знаете, он не дмасит. А знаете, как он может мечтать, то в Африку поехать, то в Антарктиду. Просто он уже... Нет у вас такого, чтобы вы сказали, Колька, как Колька, ну давай собирай рюкзак. Сейчас полетим с тобой на Альфу Центавру. Вот понимаете, как говорят, домосед, просто человек, ему нужно, чтобы его взорвали. Здесь вот, да, мужчина скучает, мужчина сам такой себе режиссер, мужчина, который действительно очень любит вот такие вот поездки, может быть, смотрит только по интернету, путешествия, но вот такой, и что он считает, что вы, вы его такая вот женщина, вот женщину, мечом всех порубит, но никого не пустит, врагов не пустит в дом. Включатель, тут идет такое, что он вас побаивается. Тут идет движение, тут очень у многих выйдет, что действительно, может быть, кто-то расстался, может быть, кто-то просто поссорился или на расстоянии, и здесь человек действительно очень хотел бы, он очень, он как жар, вы для него как солнце, как жар, вы для него солнце и жар, но он вас побаивается, я сразу сказала, потому что у меня ясновидение, и карта вышла, он вас боится, побаивается он вас, а почему? А потому что, вы знаете, он боится от вас сопротивления, потому что вы же очень сильная, он вас жаждет, как солнце, понимаете, солнце же оно может согреть и может сжечь, и будут волдыри, и вот он очень боится, вдруг вы его сожжете, скучает ли он по вам, да тут ясное дело, что скучает, давайте еще смотреть, скучает ли он по вас, скучает ли он сейчас, ой, ну конечно, господи, так, вот так будем класть, вот так будем класть, карты, вот так будем класть, он очень часто вспоминает, не то, что скучает, тут прям человек мучается, он мучается тем, что, вот как будто у него вас как украли, как сожрали, потому что вы действительно, вы женщина фортуна, вы женщина рок-изобилие, и он очень часто вспоминает, что было когда-то, то, что было когда-то, скучает ли он по вас, давайте еще спросим, ой, мужчина у нас вот такой, знаете, могу сказать, что скучает, да, скучает, но это вот у него в тайне, он любит вообще в тайне держать, и он не выскажет, может быть, даже и вам не будет высказывать, ой, как я скучаю, как люблю, нет, будет сидеть там внутри, вот понимаете, как скупой рыцарь, вот точно так же, могу сказать, что мужчина жидноват, жидноват, и если даже имеет средства, то просто так раскидывать их не будет, и женщине просто так давать не будет, скучает ли он, давайте еще посмотрим, как он скучает, вспоминает очень у вас, прошлое вспоминает, радостный, почему-то ему ощущение, что он вас теряет, что он вас теряет, или потерял, скучает ли он, ну, конечно, вы женщина какая сильная, ох, аж воет, не то, что скучает, ну, конечно, он наш император-то, император наш, наш император, но дело в том, что здесь действительно мужчина почему-то вас побаивается, он себя считает, да, я такой, я хозяин, как я иногда говорю вам, хозяин чукотки, но он прекрасно знает, что вы женщина, которая знает, чего она может, и к чему стремиться, и он понимает, что вы почему-то сейчас отвернулись от него, отворачиваетесь, как же так, он говорит, я император, такого быть не может, и он боится, он побаивается вас, боится, боится, одел такую красивую мантию, красного цвета, шкуру медвежью, а боишься? Потому что, когда мужчина действительно имеет чувства, то мужчина ведет себя очень неадекватно, а вот когда мужчина манипулирует, он будет признаваться в любви, или будет, вот все что угодно, понимаете, сразу знакомиться, тащить куда-то, а когда мужчина именно влюблен, он действительно совершает такие дурацкие поступки, или не может совершить эти поступки, вот она трусость там внутри, а вдруг ему скажут нет, а он очень боится, что вы скажете ему нет, потому что вы для него, вот солнце, жар, как скучает он еще по вас, ну как скучает, ну влюблен он, сердце вы у него есть, ой, ты наш мальчик дорогой, нет, но тут девочки, он действительно вас боится, кто вот загадал, он действительно боится вас, он боится вас, он боится еще какую-то другую женщину, он считает, что он жертва обстоятельств, но то, что у него, видите, вы, любовь, 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 и для него это очень, вот понимаете, как вот эти чувства, то, что к вам он чувствует, тут действительно человек влюблен, у него в сердце вы есть, просто мужчины любят по-другому, они по-другому, у них психология другая, но он, понимаете, он как потерянный, как же так, как же так, мне эта женщина впала туда, в душу, давайте еще посмотрим, что он, такой, вы ему впали в душу, прям туда, прям разбили ему сердце, что он еще, как он скучает, скучает, думает о вас, но боится, так, как он еще скучает, ну, тут говорить даже нечего, вот второй раз вышла эта же дама, только в другой колоде, дама посухов, дама, которая знает, что ей надо, то есть это вы, вот понимаете, то, что он скучает, да, скучает, и что у него в сердце есть любовь, да, и к вам, потому что вы сильная такая женщина, которая может идти вперед, но он, понимаете, вот как будто у него кто-то или другая есть, или обязательства есть перед какой-то женщиной, что ему не потянуть, и вообще, потому что вы очень сильные, ему очень тяжело от этого, не потянуть ему, то есть не может он этот груз перетащить, а скучать, скучает, а скучать, скучает, и жаждет вас физически очень, ну вообще тут, что тут говорить, вот знаете, это вот прям как за двумя зайцами, он очень о вас скучает, он очень вас жаждет, в сердце вы у него есть, но он с другой стороны обороняется от вас, почему, а потому что он вас боится, как же так, вы его выше, а вы его выше и есть, видите, вы где, а он где, вот он, вы пара, только у него такие больше физические чувства, и он считает это любовью, а у вас больше духовные, и вот смотрите, вы пара, вы пара, но вы вверху оказались, а он ниже, и он этого, из-за этого обороняется, и он говорит, что внутренне, что ему очень тяжело, вот с вами, или тяжело нести эту ношу, потому что у него есть обязательства какие-то другие, кроме любви к вам, скучает? Очень скучает, теперь еще посмотрим, скучает, ой, ну тут страсть-мордасть, могу вам точно сказать, скучает, вот понимаете, он всегда себя считал таким, вот, я все могу, я все разрублю, я такой, а принимать решение ему сложно, а то, что скучает, да, его так тянет к вам, вот просто, искушение, вы прям его искушаете, ну, ну, конечно, ну, что тут, тут говорить нечего, не просто скучает, а весь и скучался, бедный, потому что смотрите, кто вы, красота необыкновенная, вы, и дающая любовь, тут очень скучает, и самое главное, что мужчина, на которого мы смотрим, он очень физически вас желает, он очень физически вас желает, давайте еще посмотрим, скучает ли, скучает ли, у кого-то действительно ссоры и что-то, знаете, мужчина, если мужчина уходил куда-то, вы ссорились, он очень желает с вами опять наладить контакт, у кого-то, возможно, даже и до развода что-то дошло, но здесь мужчина почему-то сожалеет, вот что бы он ни говорил, что бы он ни показывал, а почему сожалеет, а потому что вы для него, это действительно золотой руно, вы для него золотой руно, и он ищет прибежище у вас, и действительно у кого, вот ссоры, вообще мужчина очень желает вас, скучает очень, и даже у него такие мысли, вот рядом с вами я и золотое руно достану, скучает ли, у кого действительно как-то вот скучает, но тут есть действительно, вот тут опять выходят третьи лица, которые, вот понимаете, мешают этому человеку принять решение, быть послабее, что послабее не в том смысле слабость, а мягче даже, вот мягче высказывать, здесь есть третьи лица, которые творят не очень хорошие, это женщина, и он, вот понимаете, и он трусливый сам по себе, а поскучает или не скучает, тут скучает очень сильно, и желает вас очень сильно, да, вот видите, две карты, и здесь тоже вначале, здесь действительно есть женщина, женщина, которая или руководит, как генерал этим человеком, это может быть и мама, это может быть и любовница, и подружки, и кто угодно, у каждого свое, это личный расклад, здесь действительно, вот видите, две карты выпали, и здесь действительно, у некоторых будет даже и магическое воздействие, или еще я говорю, это метод нейролингвистического программирования, когда на человека воздействует на его мозг, определенными словами, а то, что скучает или не скучает, тут мы, конечно, увидели, что мужчина действительно очень-очень скучает, давайте посмотрим, вот так, и такой наш расклад, о мужчине, скучает ли он, на цыганских картах, да, скучает, очень хочет вас закружить, но что-то не дает, есть какие-то преграды, действительно преграды, и он, как маленький ребенок, не может этого разрешить, вот он, как маленький ребенок, которому нужна мамочка или папочка, которые возьмут за руку и через лужу переведут, вот точно так же здесь, скучает, очень скучает, очень скучает, очень скучает и очень страдает, и хотел бы быть рядом, но, говорят, есть преграды, просматривали вопрос, скучает, вы что-то сделали с ним, понимаете, он аж весь в искушении, чтобы до вас дотронуться, чтобы в щечку у вас щелкнуть, чтобы по попке, вот понимаете, тут настолько у него жар, как он жар, но есть тут люди, которые мешают ему что-то предпринять, и давайте посмотрим, не люблю давать совет, но давайте посмотрим совет, что вам делать, ну тут чувство, тоска, желание, аж сгорает весь наш мальчик, в красненьких штанишках, аж весь сгорает, от желания к вам, какой вам совет дадут карты, вам лично, вперед, знаете, какой совет вам дают карты, вот казалось бы, карты выпали не такие прям вот супер, а на самом деле, вот понимаете, вы не видите то, что этот человек действительно скучает, по вам, вы думаете, что да ну это глупость какая-то, да ну столько уже страданий прошло, а он связанный каким-то образом по рукам и ногам, и совет вам, идите легко по дороге жизни, идите вперед, вперед, покупайте себе настоящего, красивого белого коня, и скачите вперед, и что еще, и понимаете, тут идет такое, что боги на вашей стороне, вы с этим мужчиной пара, вы с этим мужчиной пара, потому что вышли одной масти, и здесь действительно очень тяжелые воспоминания прошлого, и они и радостные, и тягостные, потому что вначале всегда фейерверк, но вам дает совет карты, да, хорошо, что кто-то о вас вспоминает, кто-то любит, кто с вами на сегодняшний момент, или кто с вами был, но карты вам говорят, вперед, развяжите все узлы, снимите с себя и розовые очки, и маски, снимите с себя с глаз, все, с веревки разрежьте, и идите вперед, идите вперед, дуракам всегда везет, карта дурак, это когда иду, иду по дороге, веселые дороги вперед, и боги на вашей стороне, ну, мужчина вас скучает, расклад мы сделали, вы действительно залезли ему куда-то там внутрь, и мужчина очень жаждет вас и физически, вот такой у нас сегодня был расклад, я желаю всем, кто на данный момент не в паре, чтобы появился тот новый, самый лучший, тот, который будет с вами в гармонии, ваша половина, примите его таким, какой он есть, и он вас примет тоже такой, как есть, и идите по дороге жизни, те, кто в парах, гармонизируйте свои отношения, делайте их краше, обнимашки, целовашки, радость, пирожки, схинкали, вкуснятину готовьте, мужчины очень любят есть, очень любят вкусненько, и очень любят, чтобы было все красиво на столе, радости, счастья, улыбок, пока-пока, с вами была Вивьена, ставьте лайки, пишите комментарии, нужны чистки, нужны расклады, пожалуйста, мои контакты под видео, пока-пока, мастер, а 몰라, пока-пока, пока-пока, а начина, приятного мастерения, пока-пока. Продолжение следует...